Всем привет, друзья! Я давным-давно ничего не записывал, ну, потому что нет, как бы, ничего и нету. Мы играем на стримах с вами, смотрим, общаемся. Это, мне кажется, много интереснее, чем записывать какие-то прохождения. А может быть и нет. Пишите, говорите все, что вам нравится. Будем делать так, как вам нравится. А эта игра называется Ю-РОПА. Как Европа, только Ю-РОПА. Это головоломка с вот такими вот перевернутыми какими-то платформами, где надо нам идти вперед, продвигаться, искать какие-то секреты, разгадывать небольшие головоломки. Она вроде бы как не длинная и не сильно сложная. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Я буквально минут 15 побегал в нее, посмотрел, что вообще она себе представляет. Что? Куда мне нажимать? Ну? Играть. Главное... Главное, что? А. Вы серьезно? А, вот, старт. Боже мой. Все, погнали. Я специально хотел показать вам заставочку. Показать вам с самого начала, чтобы вы поняли. Поняли. Что к чему? Может быть, конечно же, ты уже это все видел и кто-то уже это все прошел. Из твоих любимых каналов, ютюберов, блогеров, стримеров, неважно. Я игру заметил недавно. Человек, я занятой. Что-то происходит во Франции. Это Эйфелева башня. Если ты не знаешь, где стоит Эйфелева башня, то срочно, срочно иди. Покупай. Зачем покупать? У тебя есть, скорее всего, учебник по географии. И просто прочитаешь, что такое Париж. Где он находится, чем он известен. Его площадь в квадратных километрах. И какая река протекает возле, собственно, этого строения. Ну и самое главное, кто построил этот замечательный памятник. Ну и высота. Все. Пиши в комментариях все ответы. И получишь от меня лайк. Вот такой. Все. Игра, смотрите, игра получается построена на физике. И... Human... Как же она? Human Fall называлась игра. Очень смахивает на нее. Human Fall, по-моему. Она у меня тоже на канале есть. Там надо было человечкам проделать какие-то тоже несложные телодвижения. Хватаясь, удерживая и передвигаясь. Все. Мы вот такой человек. Человечек с веревкой на ноге. Я вам немножко позже объясню, зачем нужна, собственно, веревка. Для того, чтобы вот такие делать дела. То есть вы понимаете, что происходит? И так будет вся игра происходить. То есть мы делаем вот так. И двигаем. Двигаемся. Мы как бы в пространстве не привязаны к полу. То есть как в определенной... Как вот ты сидишь сейчас на стуле. Это ты относительно земли. На поверхности. Но наш герой тоже на поверхности. Но ему пофиг. Он может сбоку, справа, слева. То есть небо у него может быть со всех сторон. Его красивого, стройного, желтого тела быть. Так что вот так. Идемте. Похож на немножко на зэка. Тихо. В смысле? Я думал, я умер. Тут упавшие откуда-нибудь с высоты. Кстати, да. Игра не оптимизирована. И на моем железе она... Ну, подтормаживает. Она выдает стабильно картинку. Но иногда фризит. То есть фризы присутствуют. Я не знаю, с чем это связано. С загрузкой какого-то, может быть, гейма... А, да. Это же дизайн. Смотрите. Мы делаем чувака, например, вот такого. И делаем вот такого. Замечательно. Нажимаем W. Выбираем, наверное, ему... Ну, как бы глупо, наверное. Ну, это он будет как дурачок бегать, наверное, да? То есть... Э, вот такого милого, если сделать, например, чувачка. И сделать ему, например... Ну, уши я не буду делать. Нос, скорее всего, тоже это бредово. Усики, борода. Борода из ваты, да? Ты... Ну, это бред. Вот такие усы можно запилить. Вот. Все, замечательно. Не надо, подождите. Не надо. Что... А, вот, закончат раскраску. Все. У нас улыбчивый и веселый паренек. Типа кролик. Зато... Зато он с большими глазами, добрыми надеждами наполненными. Все. Погнали. Я вам покажу буквально, может, две-три локации, две-три платформы. Я думаю, смысла больше и нет никакого. Так. Смотрите, тут секретов на самом деле много. Главное, внимательно все это дело изучать. А вот, собственно, еще одна кассета. Их у нас получается... На каждой платформе три кассеты. Серьезно? Вот это сейчас для меня открытие. Really? Опа, тихо-тихо-тихо. Главное не падать. Главное не умри. Умереть здесь в этой игре. Это на самом деле... Вот, вот еще одна кассета. Две. Две. И еще одна где-то есть. Серьезно? Реально? Реально? Две... Три кассеты на каждом уровне? Это для меня открытие. Я думал, три кассеты здесь как-то не... Так, в смысле? Подождите. Подождите. Тихо. Как на тебя? Как сюда? Нет, сюда я не смогу. Я просто могу вот так сделать. И все. Ага. Тихо-тихо-тихо-тихо. Главное не падать, дружок. Вот реально, просто не падай. Я думаю, я уверен, что ты уже запутался, откуда мы вышли, куда мы идем. Сто процентов. Но, тем не менее, мы здесь. И мы третью кассету, я думаю, не найдем. Будешь играть, найдешь. Потому что обычно стримеры и ютуберы, они очень глупый народ. Они не умеют играть. У них руки из жопы растут. Ну, ты же так всегда считаешь. Смотря какого-нибудь, не знаю, летсплейчика, который не может пройти ту или иную игру. И ты просто сидишь и бомбишь. Бомбишь в комментариях, что какой ты, сука, кривой. Ты не можешь пройти это. Ты не можешь пройти то. Зачем тебе вообще компьютер такой нужен? Отдай мне его, я сам все пройду. Тварь ты такая. Вот и все. Вот так ты и... О. Ага. То есть здесь, получается, я... Хожу только по... Вернее, заходить на стены я могу только по... Вот таким вот кругленьким, красивеньким штучкам. Если я вот сюда сейчас нырну, то есть я не переступлю на тот край. Я просто разобьюсь и улечу куда-нибудь. Восвоясь. Это что, открытая дверь? Я могу туда идти, да? Пойдемте. Цель... У меня цель показать вам. Не цель найти все, что здесь есть. Какие-то секреты. Нет. Главное просто показать самую механику игры. То есть... Третья локация. Всего лишь третья платформа. Третья локация. Здесь уже посмотрите, сколько объектов. Посмотрите, сколько объектов. Реально. Уже добавились какие-то враги. То есть собака. Она закрыта. Здесь, естественно... Ну, если ты не догадываешься, я тебе объясню. Здесь нужен груз. Какой-то груз. Что-то нужно кинуть. Он в руки ничего не берет, насколько я понял. Ну, мы и разберемся с вами. Мы с вами разберемся, что к чему. Здесь я что-то включил и иду дальше. Это уже что-то новенькая кнопочка, которая надо включать. Идемте дальше. Почему нет? Мы идем дальше. Дверь открылась, значит идемте дальше. Почему нет-то? Вот. Это уже забавненько, конечно. Это уже забавненько. Подфризивает, подфризивает. Ничего страшного. Здесь, я так понимаю, надо включить много. Я уже увидел. Я уже увидел. Здесь получается раз, два, три, четыре. Еще три кнопки. Три кнопки. Вот еще одна кнопка. Я ее вижу и это просто. Это совершенно просто. Как два пальца об асфальт. То есть, главное не падать. Все. И здесь я могу вот так сделать. Смотри. Вот так перешагнуть. Но это исключение. Исправил. Потому что веревка. Зачем нужна веревка на ноге? Ты спросишь. Для того, чтобы понимать. Стою я на земле, либо я вешу кверх ногами, как летучая мышь. Вот смотри. Тихо. Вот смотри. Сейчас веревка изменит свое положение. Да? Нет. Это не в этой ситуации. Допустим. Я сейчас вот так сделаю. Допустим. Вот смотри. Вот. И веревка получается. Я вешу на потолке. То есть, сейчас веревка получается у меня вверх. И потоки воздуха от меня исходят так же. Поэтому я вверху. Если я стою внизу, я могу спокойно ходить и никуда не упаду с платформы. Ага. Идем дальше. Смотрим, что куда и почему. И зачем мне это вообще все надо. Объясню тебе зачем. Зачем мне это все надо? Затем, что я сейчас по идее... Вот упаду. Вот я полетел в Париж, где красиво у меня посидела голова. Я не знаю зачем. Но, тем не менее, она посидела. Это все можно сбрасывать на людей, которые там ходят. Не знаю зачем они там ходят. Вот еще одна кнопка. Осталась, собственно, одна. Та, которая вон там. Мы туда и пойдем с тобой. Пойдемте. Зайдем сюда. Зайдем вот сюда. И зайдем вот сюда. Просто в прошлый раз я сделал это совершенно неправильно. Все. Включилась у нас... Вон там. Штучка-дрючка. И мы спокойно спускаемся вниз. Он причем это... Он причем куда-то летит сам. Я лечу вместе с ним. Это была часть обучения. Это была часть обучения. И сейчас нам покажут... Как что происходит. То есть нажмите, чтобы включить обзор на среднюю кнопочку мышки. Смотри. Нам подсказывают, что... Это та дверь, которая стоит кверх ногами к нам, открывается с помощью вот такой... Ну, схемы. Мы крутим и смотрим, что же тут еще есть. Чтобы открыть дверь, нужно сделать это. Ищите секреты. Это... Кассеты. Здесь мы что посмотрим? Ищите огонек. Там ваша следующая цель. То есть вот, подсказки, если застряем. То есть мы идем... Смотрим еще раз. Окей. Пойдем. Пойдем посмотрим, насколько мы сейчас с тобой... Это все сможем запитать. И... Вот оно. Вот оно. Мы пьем ногами. И мы с тобой опять... Включаемся и смотрим. Включаемся и смотрим. Вот оно. Там, где я стою, начинаем. И посередине заканчиваем. Все. Ничего в этом сложного нет. То есть я иду вот сюда. Нет, я промазал. Вот. Вот так, вот так, вот так. Вот так и вот так. Все. Дверь открыта. Дверь, собственно говоря, открыта. Ничего сложного. Главное быть внимательным. Внимательным и... Аккуратным. Вот. Вот так проходится здесь уровень, ребят. Давайте на этом закончим. Маленький ролик. Маленький ролик получился. Ну, в принципе, здесь большего и не надо. Я показал вам механику. Я показал вам весь геймплей. Потому что здесь... Ну, что-то даже если добавится, это будет какой-то минимальный набор. Подтянуть, подтащить, может быть, оттолкнуться. Ну, пока вот как-то так. Здесь надо включать... Наверное, сама кнопка где-то нарисована или включена. Очень чувствительность здесь низкая. Это ужасно маленькая. Чувствительность мышки. Но, тем не менее, она настраивается без каких-либо вопросов. Все, ребятушки. Ага, вот. Вот. Вот оно. Вот она, подсказка, как включить, собственно, те кнопки. Все, ребят. Большое спасибо, что посмотрели. Если лайкнули, еще большее спасибо. Если дизлайкнули, ну... Если не тяжело, напиши, почему. Потому что я стараюсь канал сейчас обновлять. На стримах собираю какие-то донаты, чтобы... Короче, развивать по-серьезному это дело. Спасибо большое. Ну и подписывайся, если нравится. Стримы у меня каждый день. Давай-давай. Не переживай. Я не убышу. Единственное, что я могу иногда... Орать и материться. Ну, ты в этом не виноват. Все, ребят. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok